Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте! Пламенный вам всем привет! Спасибо за то, что с нами. Программа «Лучшее в стране». Я с огромной радостью вам сообщаю, что у нас сегодня просто неземная программа, совершенно небесная будет. А всё потому, что у нас в гостях заслуженная артистка России, прима-балерина, лауреат международных конкурсов, директор театра, классический балет 21 век Елизавета Небесная. Доброе утро! Лиза, привет! Спасибо большое, что ты нашла время, потому как я знаю, что у театра классический балет 21 век сейчас очень насыщенная гастрольная программа на носу. О ней мы, собственно, поговорим. Сегодня же, да, вечером отправляетесь вы? Да, сегодня уже вечером уезжаем в Белгород танцевать щелкунчик, скажем, для детского и взрослого возраста. Да. А после этого у нас сразу же мы вот очень активно сотрудничаем с продюсерской компанией «Новая сцена», кстати, потому что это немаловажно для частного театра, как вы понимаете, да, найти ещё людей, которые будут вас продвигать. У нас голоконцерты в Мурманске, потом Ромео и Джульетты, Пиноккио, Липецк, Тамбов. В общем, обширнейшая программа. Да, в общем, друзья, смотрите внимательно на афиши в своём городе, если увидите такие громкие слова «Классический балет 21 век», конечно, идите, не сомневайтесь. Лиза, а ты участвуешь в этих постановках сама? Да, конечно. Задействована непосредственно. Я задействована, причём я веду партии, и с нашим театром всегда сотрудничают очень хорошие солисты, такие даже как Павел Дмитриченко, Никита Кириллов, солист театра Станиславского. То есть мы в основном работаем на максимуме профессионализма. А те, кто любит балет и, безусловно, там периодически посещает постановки, они, конечно, знают историю театра, а те, кто, может быть, не так глубоко интересуется, я думаю, что мы должны рассказать о том, что на самом деле театр «Классический балет 21 век», он очень молодой. Год, да, как выяснилось? Да, год, вот в июле того года мы с моим мужем зарегистрировали театр, потому что наступил какой-то такой период, что, наверное, уже стоило работать на себя, и собралась очень хорошая команда именно профессиональных танцовщиков, которым, знаете, тяжело работать, так сказать, под кем-то это и любому. А мы всё-таки вот горим творчеством все и не считаем ни времени, можем и до ночи репетировать. Очень близкие по духу люди собрались, это, конечно, важно. Да, у нас семья, у нас нет никаких интриг, никаких... Все друг другу помогают, если кто-то молодой пришёл, сразу же все всем помогают. Лиз, ну и получается, что за этот год проделано огромное количество работы, постановки очень... Мы этим гордимся, потому что мы за год классическое наследие на такое пятипа, да, то есть мы поставили Лебединое озеро, Щелкунчик, Спящую красавицу, мы выпустили Дон Кихот, да, детский... Вы не спали вообще и не отдыхали, скажи, пожалуйста, как проходила работа. Честно говоря, не хватает 24 часов в сутки, совершенно не хватает, но как-то зрителям спрос пошёл на наш театр, вот куда бы мы ни приехали, честно вам скажу, что зрители говорят, это лучшее, что они видели. Мы этим гордимся, поэтому мы стараемся всё больше и больше набрать репертуара, чтобы быть абсолютно разносторонними. Своей сцены пока театр не имеет, да? На каких площадках тогда можно посетить балета? Нет, не имеет, и мы, как говорится, и не мечтаем о таком чуде, нет, не мечтаем, мы реалисты. В Москве, конечно, нам тяжело, потому что мы частный театр, мы должны как бы сами вкладывать, да, и без спонсоров, мы совершенно без спонсоров работаем, это трудно. Ну вот нам, конечно, помогает, я говорю, вот продюсерская компания «Новая сцена», там директор Евгений Забегалов, он тоже нас продвигает, и мы вот работали в театре на Таганке, да, нам, кстати, даже помогал в этом театр классического балета «Государственный» под руководством Касаткина и Василёва. Да, и вот будет у нас зимой, кстати, приходите, дорогие зрители, мы будем работать на площадке мюзик-холла, где покажем и Жизель, и Дон Кихот. Вот, вот не поверите, щелкунчик не покажем, мы решили, так как все показывают щелкунчик, может быть, кому-то захочется что-нибудь посмотреть другое, будет детский спектакль «Пинокки», он у нас замечательнейший совершенно, идёт не просто хореография, мы работаем там с детьми, они с нами разговаривают, после спектакля мы останемся на сцене, и с ними можно всем детям подняться на сцену и пофотографироваться. Ну это очень здорово, конечно. Да, чтобы ребёнок почувствовал, и у нас, знаете, такие там смешные ситуации происходят, они говорят, ты зачем там Карабас-Барабас обидел Буратино? Они так вообще верят, что мы сами уже, по-моему, верим во всю эту историю. Елизавета, на сайте театра написано, само название «Классический балет XXI век» говорит само за себя. Главная задача, сохраняя классическое наследие русского балета в неизменном виде, сделать его близким для восприятия современного зрителя с помощью высоких технологий XXI века. Что здесь подразумевается под высокими технологиями? Да, вы знаете, у нас театр, скажем, традиционный. Мы работаем на классических декорациях, да, вот как все привыкли, когда приходит театр. Но и также мы работаем эти же самые спектакли, ничего не меняется в хореографическом тексте, с компьютерной анимацией. То есть у нас есть проекция на задник, где мы, особенно это хорошо для детей, конечно, знаете, где элементы. Вот, допустим, если мыши появляются у нас там в комнате, как это объяснить? А когда эта елка растет на экране, мыши тени появляются, это дает дополнительное ощущение погружения вот в ту сказку или там в тот балет, который вот непосредственно мы показываем. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами посмотрели небольшой фрагмент, минуточку. Это нарезка из балетов, из постановок как раз театра классический балет XXI век. Лиза, ну и если будет желание что-то прокомментировать, тогда попрошу тебя это сделать, потому что мы всегда помним про тех, кто нас по какой-то причине не смотрит, а слушает. Вот как раз о чем я говорила. Вот снег, видите, идет, дает дополнительное полностью ощущение, что мы находимся в снегу. И детям даже маленьким, да, то есть они уже больше смотрят на картинку, потому что когда... Ты представляешь, какими они глазами сидят? Конечно, потому что, посмотрите, конфетки, да, вот у нас уже ассоциация сладкого города. Потому что детям скучно иногда смотреть, когда долгий какой-то танец идет, правильно? Зритель-то, он понимает эту красоту. А дети, они начинают отвлекаться, а тут они знакомую конфетку, знакомый пряничек увидели, леденец. И вот торт появился, все, их полностью, конечно, они довольны. Поэтому это помогает. Вот у нас как раз да. И я в том числе. Здесь, кстати, танцует молодой солист Большого театра, Килистратов, Артем со мной. А ты сама ставишь балеты? Нет. Кто-то помогает. Я... Мы ставим классический пятипак канон, да. Единственное, что мы немножко там, в связи с тем, что у нас есть ли видеопроекция, да, мы адаптируем. То есть я вношу свои коррективы, делаю редакцию, но сохраняя все-все-все конверты, потому что я консерватор, я не буду портить то, что и так гениально. Ну, это правда. Друзья, мы обязательно продолжим общаться с нашей гостьей. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Прервемся совсем ненадолго, буквально на три минуточки. Программа «Лучшее в стране» продолжается, а у нас сегодня в гостях, друзья, заслуженная артистка России, прима-балерина, лауреат международных конкурсов, директор театра «Классический балет XXI век» Елизаветы Небесной. Мы поговорили немножко про театр, и, конечно, продолжим еще говорить о нем, но хочется очень не о жизни Елизаветы поговорить, потому что, как сама сказала мне только что Елизавета во время рекламы, что ее жизнь, конечно, достойное описание, наверное, самой толстой, в самой толстой книге, да, если так говорить. Ну да, я говорю, толстой с войной и миром. У меня, наверное, уже больше получилось, если бы я обладала бы талантом. Ты училась в Пермском хореографическом училище, и оказалась там очень-очень рано. Ну я вообще ребенок принято было называть Вандеркин, потому что меня пять лет родители отдали в школу, на тот период это было сложно сделать. Ну надо еще сказать, конечно, кто родители. Родители абсолютно творческие люди, да. Папа замечательный артист балета, и сегодня руководитель труппы театра Василевой-Касаткиной Сергей Белорыбкин. Мама, у тебя, ты говорила в интервью, я слышала поэтесса. Да, мамочка поэтесса. А что написала, пишет? Она пишет поэзию, стихи, скажем, в духе, наверное. Где можно почитать маму, скажи нам, пожалуйста. Ну, мама такой у нас человек, она не всем дарит свои книжки. Ну нет, нет, публиковали ее произведение, такой был журнал в свое время «Музыкальная жизнь». Ну и в общем ты говорила, что особо у тебя выбора не было по жизни двигаться дальше, это безусловно какая-то творческая профессия, да. Однако, однако все-таки почему-то стоматология снилась ночами, пятнями. Мне просто снилась, я ходила, представляете, когда мне отдали в общеобразовательную школу, пятилетнего ребенка, напротив была поликлиника, я пошла туда сама во время перемены, познакомилась с зубными врачами, говорю, можно я у вас тут посижу, мне так нравилось. И мне доверяли, господи, сейчас, наверное, бы их засудили. Ты помогала лечить зубы? Нет, мне доверяли, раньше на стеклышке делали пломбы. Так, домешали там что-то. Да, и все больные, кстати, соглашались, и я думаю, у них до сих пор зубы стоят. Я это делала по совести. Ты даже куклам пломбы ставила? Все куклы у меня обязательно, да, были с открытыми ртами, я требовала с родителей, чтобы только вот открытые рты я им ставила пломбы. И у меня, знаете, там прекрасная народная артистка, педагог Большого театра, там, Семизорова, Нина Львовна, она говорит, может, ты и сейчас пойдешь, мы у тебя всем Большим театром зубы будем лечить. Доверяю, Лиза, только тебе. Ну и как же так получилось, что вот он уже стоматолог, практически готовый уже даже имеючи практику какую-то, и вдруг все-таки болит. Ну, тем не менее, знаете, у меня, естественно, я была полностью загруженным ребенком, я ходила на художественную гимнастику, до этого на фигурное катание, но там попросила родителей продать коньки. Мне не нравилось. Они говорят, хорошо, тогда художественная гимнастика, всевозможные кружки. То есть я до вечера была загруженным ребенком и постоянно ставила сама концерты. То есть у нас три раза в неделю я собирала все детвору, у нас вообще никогда не закрывалась квартира, вообще дверь в квартиру. Все были, вход, как говорится, свободный, и у нас были концерты. Я продавала билеты, как бы продавала, как вы понимаете. Без денег, и все смотрели бесконечно, поэтому тут уж двух дней не могло, куда меня отдавать. А во сколько лет отправили в Перм? Восемь лет. Восемь лет. И там восемь лет обучения. Восемь лет обучения, это и огромное количество часов занятий, это и холод, и голод. Я рассказываю, исходя из твоего интервью, потому что там очень холодные залы какие-то, ледяные совершенно, условия, конечно, для девочек неподходящие. Условия на тот период, не то, что для девочек, там не каждый выживал, скажем так, но зато после такой школы жизни, как говорится, нигде не останешься. Лиз, было много приглашений после выпуска из училища, я знаю, за границу отправиться, да, но выбор твой пал именно на театр Василёвой-Касаткиной. Ну, во-первых, я, да, в нём выросла, вы понимаете, и я видела таких величайших вообще танцовщиков и балерин. Мне повезло вживую, я с ними общалась, да, многих уже, к сожалению, в Царстве Небесном нет живых, там, как Екатерина Сергеевна Максимова. Что мне близок был их репертуар, у них же огромный репертуар, и, конечно, здесь ещё немаловажный факт играет то, что я всё-таки 8 лет была в интернате, и хотелось бы восполнить это общение с родителями, с близкими людьми. Ну, и не только ведь с этим связано, я видела потрясающе трогательное интервью, и, на мой взгляд, оно было очень искренним, когда ты говорила о любви к России, о том, что как бы хороша не была за границей, но она чужая. Я не могу, правда, там долго находиться, хотя всё вроде бы прекрасно, и условия, и люди там тоже замечательные. А пожить-то приходилось всё равно, потому что и гастроли, и участие в конкурсе. Безусловно, у нас были периоды, когда там мы за год, наверное, находились на родине, там, от силы месяца, а так вот прям подряд гастроли, гастроли, гастроли. Но вы знаете, это как моя мама говорит, генералка ГБ бы ты была, как ты рассказываешь всё про заграницу. Мне всё, я говорю, ну вот вроде бы хорошо первые там 5 дней. Не наши, это понятие неискренности. Я не говорю, что они плохие люди, но они всё равно всё держат в себе, у них вот эти постоянные походы к психологам, какое, даже вот кино не возьмёшь, правильно, иностранный. Какой психолог? Позвонил, соседку встретил. К антидепрессанты бесконечные. В автобусе поговорили. Как говорится, сейчас вот, как говорится, к вам вот ехала на программу, своим ходом, совершенно спокойно. Вышли, люди мне подсказали всё, куда идти, какой автобус. Спасибо большое, где это можно встретить? Я обожаю своих людей, обожаю вообще свою страну и всё, что с ней связано. Но однако же уезжают, Лиза, как тебе кажется, почему этим людям нравится? Ну вы знаете, во-первых, у каждого как разный интеллект, да, вот, разное воспитание, это всё-таки же идёт, ну это наши корни. Я не знаю, какое было там у этих людей воспитание, я, честно говоря, не очень к ним хорошо отношусь, которые говорят, вот, вот они там уехали, и начинают плохо говорить по-русски, неожиданно. Хотя вот у меня есть подружка, очень близкая, да, она живёт вот в Голландии. У неё все дети безупречно говорят по-русски, у них дома только по-русски. Всё только русское, потому что язык — это, да, это носитель-то его. Конечно, конечно. Тем более, что только по-русски можно выразить вообще, вот, у нас же столько красок. Я там много времени преподавала на Мальте, ставила даже там балеты, и они не могли перевести некоторые моменты, когда я говорила там нежность, небесный цвет. Они не понимали, у них нет такого вообще словосочетания. Ох, тяжело, наверное, приходилось тебе. Приходилось, наверное, показывать больше, я думаю, да, в таком случае. А вы знаете, у меня удивительно. Я честно признаюсь, единственное упущение, скажем так, в моём образовании — незнание языка. Потому что у нас вот в хореографическом училище принято преподавать французский, который, к сожалению, вообще не нужен потом в жизни. И преподается он на таком уровне... Ну, очень профессиональном таком, да. Да, сугубо вот лексика балетная. И английским я вообще никак, нигде в жизни не сталкивалась, поэтому вот что-то там, конечно, так, что смогла бы, нахваталось. Но поняла, что в любую страну, Китай, там Япония, неважно, Америка, куда бы я там ни приехала, когда я начинаю с ними разговаривать на чисто русском языке, наверное, у меня может быть... И громко. Да, меня все прекрасно понимают. Елизавета Небесная, друзья, она сегодня в гостях. Я думаю, что мы ещё какие-то советы узнаем от Лизы, как общаться, в том числе и за границей, если не знаешь языка. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, мы прервёмся ненадолго. Программа продолжается, друзья. У нас сегодня в гостях Елизавета Небесная, заслуженная артистка России, прембалерина, лауреат международных конкурсов, директор театра «Классический балет. 21 век». Я, конечно, пользуюсь случаем, вот с Лизой говорю про её жизнь, которая... Ну, это же очень такая трудная, это такая трудяшная жизнь балерины. И, между прочим, ты, наверное, очень часто, как никто другой в своих интервью, напоминаешь всем о том, что когда-то профессия балерины была приравнена в нашей стране к профессии каменщика. И этот колоссальный труд, и эти ножки стёрты, и боли мышечные до сих пор, но, однако, это преданность в большинстве случаев своей профессии. Вот как это можно объяснить, что через пот, кровь, слёзы, но люди всё равно... Ну, во-первых, по поводу ножек я хотела бы сказать, потому что чуть-чуть развеять миф. За ножками нужно ухаживать за своими. А, и тогда не будет ни косточек, ни чего другого. Да, вот. Потому что иногда я вижу такие ужасы в интернете, и думаю, ну я же вот прима-балерина столько на этих пуантах провожу времени, и мне не стыдно покатать свои ножки. Ничего у меня такого там ужасного нет. А не нужно в специальные обуви ходить для того, чтобы... Нет, конечно, мы любим комфортную обувь, безусловно, потому что, ну, когда долго стоишь, просто мышца устает элементарно. Но никаких там до костей стёртости. Бывает какой-то, ну, единичный случай, там, неудачное отдело. Но это редкость на самом деле. Нужно ухаживать за собой, ну, во всех смыслах. И не важно, балерина ты или не балерина. Ну, это правда, конечно, да. Лиза, если вернёмся к твоей биографии, по которой мы пытаемся пробежаться, ну, исходя из времени, отведённого для программы. После театра Касаткина и Василёва был у тебя ещё один театр. Театр Москва. Да, балет Москва. Там тоже ты выступала в таких серьёзных постановках, исполняла главные роли. И сколько лет всего отдано было этому театру? Девять. Девять. Да. Ну, приличный такой срок. Ну, и травма, это страшная такая, очень серьёзная. Она была получена в этом театре, получается? Да, в этом театре была получена. Причём я... Ну, знаете, мы отдаёмся полностью на сцене, да, образу, своему профессии. Но, тем не менее, нужно всё равно держать какой-то небольшой контроль над своим телом, потому что можно действительно получить серьёзные повреждения. И меня в своё время очень умные люди, известные, так сказать, на весь мир, балерины, научили, как работать, чтобы не получать травм. Я вот всю жизнь проработала без травмы, попала, была не обозначена. Я говорю, вот яма, попала в эту яму, и произошла вот травма футболистов, потому что её называют в основном, рвут ахиллы только футболисты. Он 400 килограмм весово держит. Понятно, что во мне их никогда не будет, этих 400 килограмм. По вине театра инвалидная коляска и... Ну, во-первых, знаете, заново учиться ходить. Вообще ходить заново, речь о том, чтобы танцевать. Но самое обидное было, что когда это всё произошло, первый человек, который ко мне подошёл, я даже там не могу вспомнить, как говорится, кто, и сказал, ну, ты хоть закончила какой-нибудь институт, чтобы дальше преподавать. То есть меня сразу же, как это, ну, на таком грубом языке похоронили, как балерину. Хотя ещё вот, как говорится, даже операции не сделали. А к тому моменту ты уже окончила ГИТИС? Да, конечно, я окончила с красным дипломом. То есть уже ты, естественно, могла преподавать спокойно? Да, я педагог-хореограф по высшему образованию. Я и до этого преподавала, но дело даже не в этом, потому что нельзя же так сразу на человеке ставить крест. Ну, это, конечно, это страшная вещь. Человеческие организмы, вообще человек не знает, у нас же всё отсюда идёт, от головы. И я сразу же, может быть, спасибо этому человеку, наверное, можно сказать, потому что я сказала, ну уж нет, так я не уйду со сцены. Надо уходить красиво. Ну, ты молодец, ты невероятно умница, потому что ты не только восстановилась, научилась ходить и танцевать заново, но и вернулась на сцену. И блистательно продолжаешь радовать поклонников своим творчеством. Ну, пока это, знаете, всё-таки доставляет радость и мне, и зрителям. И, на мой взгляд, это пока выглядит хорошо. То есть всему своя пора, да, всему свой миг. Всё равно балет — это искусство молодых. И я очень радею за то, чтобы у меня молодые артисты, вот именно наш театр, знаете, мы стараемся выращивать молодые кадры. Потому что в таких вот больших театрах, как, ну, неважно, как прекрасных театр, там, Станиславский или где-то, всё равно уже существует определённый костяк. Очень тяжело пробиться молодому специалисту. А наш театр даёт такую возможность. Каким образом можно попасть в театр? Классический балет 21 век. Связаться с отделом кадров, прийти, показаться, как? Да, 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 в интернете у нас, на сайте размещено. А потом, знаете, артисты — это балетный мир очень тесный, да. Очень тесный. Один к другому сказал, и всё начинается мгновенно. И паломничество началось. Да. С всей России, матушке. Скажи, пожалуйста, когда проходил период восстановления? Близкие, наверное, тебе помогали тоже? Или это только вот твоя сила характера, вера большая в то, что всё будет хорошо? Ну, я вообще по натуре боец. Но, в принципе, да, чтобы что-то добиться в жизни, нужно быть бойцом, иначе чего не выйдет, неважно, какой профессии. Я даже в твоём интервью одно слышала, как ты говорила, скажу правду для того, чтобы танцевать в ведущей партии, нужно быть бойцом. Ну, конечно. А всё равно это, вы понимаете, вы занимаетесь... Куда бы вы ни пришли, вы занимаете чьё-то место, когда вас берут. Всё равно это конкуренция. Другое дело, что я стараюсь идти своим путём и не считаю своих коллег, у которых такие же коллективы, конкурентами. Я считаю, что мы все работаем ради... Коллеги. Да, потому что каждый хорош в своём. Мы в чём-то одном, они в чём-то другом. Я даже беру что-то себе на заметку, смотрю, вот как здорово. Здоровая, как это можно сказать, конкуренция, хотя вообще не люблю такое слово. Каждый хорош в своём. Скажи, пожалуйста, но отсеялись вот в тот момент, когда ты оказалась в инвалидной коляске, какие-то ненужные люди из твоей жизни? Сразу чётко ты поняла для себя так вот? Вы знаете, я отношусь к людям, но люди такие, какие они есть. Нельзя некоторых переделать. И я их не виню, и я по-прежнему, там, если кто-то мне не звонил, у меня не изменилось к ним отношение. Они такие, меньше их любить за это не стоит. Конечно, я там благодарна своему педагогу, очень народной артистке Чеховской, которая, конечно, меня поддерживала очень. Знаю, что такое для балерины левая нога. Да, у нас же самая главная нога – это левая, а не правая. Да, потому что всё на ней. Всё на ней. И правая нога не так важна, даже если на ней какая-то травма, можно вообще об этом даже и не думать. Левая нога – это фуэтей, всем известная, 32. И всё, что с партнёром, мы танцуем на левой ноге. Поэтому первое, что я даже когда ей позвонила, я говорю, у меня разрыв ахилла. Она говорит, какая нога? Я говорю, левая. И она даже замолчала в трубку, потому что... Ну, это страшно, конечно. Лиза, я предлагаю сейчас нам всем посмотреть фрагмент балета «Пиноккио». Классический балет, 21-й век. Да, для наших деток. Это, конечно, да. Вот видите, у нас здесь элементы как раз видеопроекции. Красочно очень. Яркие сделали костюмы. А сколько человек в труппе сейчас? 32 человека. Видите, очень сложно ездить по России, потому что очень дорогие билеты, дорогие гостиницы. И, к сожалению, страдают из-за этого зрители, которые не могут... Цены на билет в результате, конечно, тоже у нас тут. Да, да. А в этом спектакле мы тебя сейчас наблюдаем? В этом балете? Вы не поверите, я в партии «Буратино». Да? Да. И причем зрители так удивляются, когда мы в конце фотографируем. Говорят, вы девочка? Я говорю, да, никто не может поверить. Я еще и директор театра. На секундочку. Не просто девочка. Друзья, вот «Пиноккио». Тут уже есть возможность отправиться на этот спектакле. «Пиноккио» же тоже вы везете, да, с театром куда-то? Да, у нас вот будет Мурманск, где будут проходить голоконцерты. И утром мы дадим, вот, 28 октября у нас тройник будет. Два спектакля «Пиноккио» подряд, и вечером у нас голоконцерт. Тяжело. Какие сильные, да, мужественные. И я смотрела одно твое интервью в интернете, где ты рассказываешь о своей личной жизни. И искренне говоришь, что у меня такой идеальный папа, что, ох, человек, который должен оказаться рядом, это должен быть, ну, «Принц» как минимум, потому что, ну, такое количество положительных качеств, которые у папы, невозможно просто, чтобы в ком-то повторились. Но в самом начале программы ты сразу скажешь, что мы с моим мужем зарегистрировали театр. Я, конечно, поэтому хочу спросить, ты встретила «Принца»? Да. Причем все удивляются, потому что, говорит, очень долго выбирала. Я нашла своего «Принца». Конечно, папа все равно будет лучшим в мире, в мире, в мире. И очень похожего по характеру и по всему на моего папу все-таки. Это творческий тоже человек. Это творческий человек, он тоже артист балета. И также вот он освоил профессию компьютерной как раз анимации. Ах, вот как. Так вы вместе как раз и в театре сотрудничаете, взаимодействуете. Такой синтез. И, конечно, я же не могу на себя взять, понимаете, есть технические вопросы, которые касаются всех декораций. Это же все тяжести, бутафория. Да, конечно. Этим всем занимается он, то моя, как говорится, поддержка, опора. И он замечательно влился в нашу семью. Никита, я тебя люблю. Никита, привет, огромный, конечно. Ну, скажи, пожалуйста, ты сразу какие-то сходства с папой обнаружила в нем? А я вам честно скажу. Есть какая-то одна черта, в чем он тебя зацепил окончательно? А самое главное, чтобы есть... Я с ним очень долго улыбалась и смеялась. Вот наше, так сказать, знакомство произошло. Причем не знакомство. Мы не замечали друг друга, наверное, месяца три вообще. Хотя работали как бы в одном месте. Да. А потом так случайно получилось, что мы вместе оказались на каком-то в Мексике, там, переезде или не помню, где, может быть, в Китае, в автобусе. То есть просто был рядом периодически, он уже был рядом. Да, когда же, знаете, женщина с мужчиной должна улыбаться. И когда она смеется и улыбается, то стоит, как говорится, посерьезнее взглянуть на этого мужчину. Ну, это очень хорошая история, мне кажется, складывается. Но скажи, когда вы работаете вместе, возникают наверняка какие-то трения, споры? Или нет? У вас каждый занимается своим делом и только помощь, взаимопомощь? Нет, у нас как бы, безусловно, какие-то мы обсуждаем, спорим, потому что у меня своё видение на какие-то костюмы, как я себе это представляю, какие-то элементы хореографии, но в этом плане всё-таки он доверяет мне как профессионалу. И вот так мы из-за этого, это же всё ерунда, знаете, кто глубоко горлится, никогда не ссорится. А потом мы посмеёмся просто над этим всем? Конечно, нет, нет, нет. Это всё же такие мелочи, из-за этого вот люди. Лиз, ну а что касается детей? Вы их планируете? Он очень хочет, планируем. А у тебя пока классический балет, 21 век. Нет, у меня не классический балет, я говорю, ну вот чуть-чуть, вот сейчас встанем просто на ноги, потому что я ответственный очень человек во всех отношениях, понимаете. Сейчас гастроли Мурманск, Белгород, Липецк, там МОВ. Это ничего страшного, это ничего страшного, я спокойно к этому отношусь. Всегда есть множество замечательных балерин, множество, которые могут меня заменить. Но ещё тут как боженька даст. Друзья, давайте мы сейчас посмотрим замечательный фрагмент. Это, между прочим, будет «Лебединое озеро», Петр Лепчайковский. И это Елизавета Небесная. Смотрите, наслаждайтесь. Да, Лиса, правильно? Мы же не ошиблись. А где это проходило? Где эта постановка? О, это я танцевала во Вьетнаме. Боже мой. Поэтому съёмка такая хорошая, хочешь сказать. Съёмка хорошая, да. Потому что, знаете, вот всё время руки не доходят себя как-то пофотографировать или снять. Вот всё думаешь потом, потом. У нас на самом деле вот у всех артистов очень мало своих каких-то вот фотографий. У меня папа всю жизнь протанцевал на сцене и ничего не имеет. Практически ничего нет, да. Но потом мы же тоже как бы самые критичные думаем, о нет, наверное, как бы в этот раз не стоит там. Лиза, скажи, пожалуйста, по секрету, а вот это правда, что артисты балета, они, в общем-то, даже если там очень сильно загримировать, какие-то головные уборы, узнают друг друга по ногам? Не только по ногам, понимаете, всё равно есть манера движения одни и те же, но манера исполнения этих движений. Ну, походка. Знаете, вот вы идёте по улице, если вы внимательно посмотрите... Ну, походки, да, да, нас выдают, конечно. То же самое, та же самая походка, только, ну, в другом стиле, да, определёнными движениями. Ну, однако, мне кажется, что вот любой человек, который не знаком близко с балетом, ну, навряд ли он определит. Вот по походкам, ну, это надо знать хорошо, наверное, да, особенности пластики человека. Определить. Конечно, всё равно чуть-чуть, а потом, вот, я могу сказать, если ты ведущая балерина, да, ведущие балерину отбирают, ну, по определённым критериям. Конечно, там эта фигура, ну, должна быть всё-таки, да, это статуэтка, а не что-то другое. Так, это отсутствие склонности к полноте, наверное, да, это обязательно? А, какая там полнота, когда, как говорится, через, как говорится, через пот всё выходит, да. Два килограмма, да, ты где-то рассказывала из-за балета, или больше? Ну, иногда больше даже. Так, хорошо, дальше, что, какие критерии ещё? И яркая индивидуальность. То есть вы вот поставите, вот там, 32 лебедя, да, и один вам будет бросаться в глаза. Да, вы сами не будете, даже просто, как зритель, не зная специфики, вы всё равно будете обращать именно на вот эту девочку какое-то внимание. Это значит, что в ней есть индивидуальность какая-то. Она вроде бы всё делает со всеми, но привлекает к себе внимание. Именно вот это даёт, ну, посыл. Лиза, а ведь при этом остальные лебеди, 31, которые рядышком стоят, они же в этот момент тоже уверены в себе, что они особенные. А вот вы не поверите, некоторые совершенно не стремятся быть главными, да. Да, ну, есть, как говорится, дети рождаются сразу либо начальниками, либо подчинёнными, это видно по ребёнку, да, он лидер первый бежит. То есть, в принципе, когда они учатся с самого начала, они уже знают, да, кто может стать солисткой, кто может стать прямой балериной, а... Ну, вот я не могу так уж, как говорится, за всех рассуждать абсолютно, потому что, конечно, какой солдат не мечтает быть генералом. Но, вот, допустим, лично я всегда, мне вот нужно, если за что-то я берусь, вот сделать, ну, максимально со своей стороны. Там те одноклассницы, которые со мной учились, которые, честно могу сказать, были гораздо способнее меня по своим физическим возможностям, они не особо стремились, вот им было как-то это не так интересно, их устраивало то место, которое они занимали. Это не удивительно, слышите. Это правда, и многие так. Ну, ты при себя точно знала, что ты будешь самой балериной. Нет, меня папа даже дважды забирал из училища, говорит, какая она у нас, говорит, давай заберём. И я когда выпустилась, мне же 16 лет было, это тоже... То есть по возрасту младше гораздо, чем остальные выпускники, да? Безусловно, у меня все, все мои однокурсницы, одноклассницы, они все у меня были старше на 3-4 года. Я, конечно, за ними стремилась, как могла, да. И никто как бы на меня особо там внимания, знаете, в театре сразу пробиться очень трудно. И папа тоже мой сказал, что, говорит, стой там у воды, стоишь у воды и стой у воды. Да, но тоже волей случая пришла бывшая балерина и к театру, и сказала, как такой человек может стоять? Можно я с тобой что-нибудь приготовлю? Мне вообще везло всегда по жизни на вот таких людей... Учителей, да, каких-то свыше посланных людей. Да, я... Даже они меня скорее находили, чем я их. И они говорят, что ты сидишь, давай ты сделай это, ну что ты? И они меня так как-то вот подначивали, вдохновляли, что... Хотя, вот я говорю, потом мы с папой поменялись ролями. Я говорила, ой, я не смогу, я так не отчего, мне кажется, это будет тяжело. А он мне говорил, ты сможешь все, что ты. Слушайте, как это важно, конечно, все-таки поддержка именно близких людей. Ну, когда в меру, знаете, а то, когда человек, как говорится, ничего из себя не представляет, а ему говорят, ты король. Это страшно? Такое платье. Конечно, это страшно. Но в твоей семье такого не было. Нет, у нас вообще такая семья... Идеально. Идеально. Я знаю, это говорю вам часто, что это просто пример, пример для всех, для всех, для всех абсолютно. Лиза, мы можем сейчас прерваться совсем ненадолго. Хочу обратиться к нашим звукорежиссерам. А, нет, не успела. Тогда нам просто нужно будет прерваться, и нужно время для этого подождать. Мы тогда продолжим с тобой говорить. Ну, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя идея и мысль, может быть, как-нибудь впоследствии потом, еще и школу, собственно, открыть? Нет. Вот уже... Нет? Нет. Сразу... Это уже принятое решение? Это абсолютно... Ну, как, это принятое решение. Мне бы этого не хотелось абсолютно, потому что я считаю, что дети — это невероятная ответственность. Я с ума сойду, если у меня какой-нибудь ребенок подскользнется или упадет. Вот я точно это знаю, что я сойду с ума. Да. Вот. И потом, ну, так, если уж по-честному говорить, да, те школы, которые сейчас открываются для балета, там, любителей балета и тому подобное, это все дети, которые занимаются там, безусловно, в основном для поддержания осанки. И вы вкладываетесь, можно сказать, в никуда. Потому что вы не видите плоды своего труда. Ребенок позанимался год и потом уходит учиться там на зубного врача или еще на кого-то. Ну, или просто в танцы современные какие-то. Это редкость. Вам больше нравится. Это редкость, да? Это редкость, потому что, как правило, это идут все-таки уже в государственные учреждения учиться. А вот все, что частное для общего развития, это сложно. Это большая ответственность. И, к сожалению, очень мало получаешь плодов своего труда именно вот увидеть. Не то, что какие-то там финансы. Это, кстати, гораздо выгоднее, я вам скажу, по финансам, чем какие-то там театры и артисты, вот как мы и задумали. Но, тем не менее, зато мы получаем творение, когда мы видим, что вот я с ней вот часами репетировала, вот с этой молоденькой артисткой. А она вышла. И она поверила в себя, когда ты видишь, что человеку внушила, что он поверил, что он может. Лиза, могла бы ты сейчас обратиться к тем людям, которые, возможно, ни разу не были на балете? Почему они должны обязательно хотя бы раз в жизни посетить балет? Ну, во-первых, вы понимаете, одна музыка — это 50% успеха. Конечно, сходите на такие прекрасные балеты, как там «Лебединое озеро» Жизельном. Вот вы знаете, очень тяжело продается всегда, все мучаются. Театр на балет Жизель. Да, почему? Ну, он считается вот такой вот не кассовый спектакль. Это же такое, я говорю, вот реально такая захватывающая история. Во-первых, которая актуальна там на сегодня, вот всегда будет актуальна. Это «Любовный треугольник». Понимаете, когда один тихонько обманул, что не сказал, что есть у него невеста там девушку, обманул. Она в него влюбилась, а друг ее детства, который ее любил, рассказал ей, что тот ее обманул. И она от ужаса сошла с ума и умерла. Где еще? В каком кино можно такое встретить? Да, мало того, вы что думаете? Голливуд отдыхает. Они же потом пришли на кладбище, она же там появилась, и убили этого друга детства. Надо воспринимать правильно балет. Балет «Жизель» есть в репертуаре, театр-классический балет «21 век». Мы прервемся ненадолго и продолжим у нас еще немножко время, пообщаемся с Елизаветой Небесной. Лучшее в стране. Друзья, программа «Лучшее в стране» подходит к завершению. У нас сегодня в гостях была Елизавета Небесная. Лиза, спасибо огромное. Мы говорили про театр-классический балет «21 век». Друзья, театр с прекрасными постановками отправляется на гастроли. В ближайшее время такие города, как Мурманск, Белгород, Липецк, Тамбов. Что-то забыла? Еще какие-то города есть? Калуга. Калуга. Да, будут рукоплескать прекрасным артистам балета. Ну, а московские зрители, Елиз, давай еще расскажем, когда могут прийти. Да, приходите в мюзик-холл 23, 25 и 26 декабря. Неожиданно для вас мы вам представим к показу Жизель, Дон Кихот, Ромео и Джульетта и балет Пиноккио. Билеты уже можно покупать или это нужно будет делать все-таки по мне? Нет, уже можно. Уже можно. Это прекрасно. Это вообще просто удивительно. Лиз, ну скажи еще вот такую вещь, пожалуйста. Понятно, что ты сейчас руководишь театром, ты продолжаешь выступать. Да. Ведущие партии исполнять. Нагрузка-то ведь, получается, прибавилась в разы? Прибавилась. Что делать? Врагу не сдается наш гордый варяг. Ну, ты по силам чувствуешь, что ты справляешься, тебя хватает на все, чтобы качественно выполнять работу по всем фронтам. Нет, нет, главное правильно распределить время, чему, сколько ты посвящаешь. Безусловно, мне помогают мои же все артисты, мой муж, мой педагог. Все в помощь. Как тебе удалось создать в театре вот такую уникальную атмосферу? Потому что я сама артистка. Я всегда об этом думала, что много у нас бывает несправедливостей, незаслуженно обиженных артистов по той или иной причине. Я всегда думала для себя, я не думала, что у меня когда-нибудь будет там свой театр, честно, это не стояло абсолютно в плане, это все произошло спонтанно. Но я сказала себе, что я никогда не буду так. Я считаю, что всегда нужно уважать артиста. Кто-то лучше может, кто-то хуже. Но их нужно любить и уважать. Потому что это колоссальный труд. Да. Стоит за этой красивой картинкой. Я всем очень благодарна, кто с нами работает. Спасибо вам. И спасибо большое. Мне очень хочется искренне пожелать, конечно, театру процветания. Хоть ты и сказала, что ты не думаешь об этом, но пусть все-таки своя сцена тоже появится. Гастроли вам. Пусть все больше и больше будет поклонников, хотя твоих-то личных поклонников по всему миру я знаю, огромное множество. Они даже есть среди нашего коллектива, скажу тебе по секрету. Друзья, так что мы будем рады всегда видеть и тебя, конечно, как директора классического балета 21 век театра, так и твоих замечательных артистов театра. Всем огромнейший привет. Друзья, напомню, заслуженная артистка России, прима-балерина, лауреат международных конкурсов и директор театра классического балета 21 век, Елизавета Небесная была сегодня в гостях. Спасибо большое. Спасибо вам и вашему телерадиоканалу.